Довзан, кто вопрос ее дает? Бери все. Ну, загарься. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Потом, по-моему, из Германии посол придет, тоже нам поздравится. Ну, вечером соберемся, родственники, близкие, дети, сыновья, внуки, внучки. Вот и все. Наверное, Гатарикос Патриарх тоже, он обычно каждый год, не только в круглый, каждый год поздравляет. Думаю, что сегодня вечером он тоже идет. Очень много звонков. Вот эта музыка сопровождает нас. Знаете, если оценить всю мою жизнь, я думаю, что самым удачным были годы, когда я работал министром иностранных дел. Тогда очень многое удалось сделать, естественно, поддержкой Горбачева вместе с ним. Мы оба дружили с Яковлевым, вместе работали. Ну, тогда вот один из результатов. Окончилась холодная война. Я помню встречу президента Соединенных Штатов Америки, старшего Буша и Горбачева. Там был подписан на Мальте договор о том, что сегодняшний день мы не враги. Наши бранши рождовали, а через несколько месяцев я и Бекарь были в Вайоминге, где у него удача. И там подписали договор о партнерстве уже. Не то, что они враги, а мы партнеры. Потом начался процесс объединения Германии. Если я действительно много поработал, естественно, были трудности. Был такой механизм 2 плюс 4. То есть 2 немецких государства и 4 Советских Союза, Соединенные Штаты Америки, Франция, Англия. Ну, переговоры шли почти полтора года. Ну, завершились успешно. Были трудности, естественно. Я помню выступление тогдашнего канцлера Коля, который допустил какое-то сравнение Кебельса с Горбачевой. Это вызвало страшное возмущение в Советском Союзе. И то, что было сделано, надо было начинать снова. Потом мы с Геншером встретились в родном городе, в родной школе Хале. Ну, все, естественно, трансферировалось. Произносили хорошие, теплые слова. И, в конце концов, Германия объединилась. Освободилась Восточная Европа. Развозился Варшавский договор. Десять раз был в Афганистане. Пешком объездил всю страну. И когда на съезде депутатов было принято решение о выводе войск, я собрал всех военных, ну, первым днем были генерали, офицеры, объявил, что принято решение о вашем возвращении на родину. Я жду, что сейчас все станут, будут аплодироваться. Никакой яхты. Не хотели бежать. Зарабатывали. Правда, люди гибли, но зарабатывали крупные суммы. Не знаю, на наркотик или продавали боеприпасы, или что еще. Ну, решение было решение. Необязательно для любого, тем более военного человека. 80 тысяч людей появились из Афганистана, так что ни один человек не пострадал. Никто не был даже ранен. Я могу еще продолжать это перечень этих проблем. Помните мою отставку. Нашумевшая была отставка. Тогда уже во всем мире знали. Люди не могли разобраться, в чем дело, почему одна за уходят в отставку. Фамилию мою не говорили, с трудом не говорили на Западе. И звали Шеви. А Горбачева Горби. Почему Шеви? Что с ним произошло? Я помню, тогда были сведения о том, что на Нью-Йоркской бирже нефти, бензина, взорвались сцены. Люди думают, что-то происходит. Или война, или что-то другое. Вот так. Потом я вернулся. Это были самые тяжелые годы. Самые тяжелые. Ну, ты все помнишь, наверное, как это происходило, что происходило. Потом один из политиков говорил, что если не вернулся от Шевардадзе, Грузия была полностью развалена. А в регионах, главным образом, регионами управляли бандиты не только в Хадрионосе, но и другие. Других, кто было тоже, достаточно бандитов. Грабили, убивали людей. Ну, а успокоить немножко страну и поставить на ноги, на ноги. Пришло, ушло на это 5-6 лет. Потом начали относительно нормальные часы. Потом трагедия с Абхазией, с Южной Осетии. Вот позиция России в отношении Косово. Почему Россия возражает, что Косово стало независимой? Почему тогда, если Косово может стать независимой, почему Чечня не может, или Дагестан, или другие национальные округи, национальные области? Поэтому это прецедент такой, который не устраивает Россия. Я приветствую заявление Лаврова, министра иностранных дел, который сказал, что рано или поздно абхазский вопрос, юго-синецкий вопрос тоже будет решен. Они никогда не станут независимыми. я хочу, чтобы и абхаз, и осетины обратили на это заявление. Это очень важное заявление. Между прочим, Путин тот человек, который понимает, так сказать, требования времени. Это он, когда мы встретили в Сочи, принял решение о возвращении беженцев авгарский район. Ты знаешь, авгарский район самый крупный, в советские времена там проживало 80 тысяч человек, 95% до Грузии. Он дал команды. Начальник, или командир Ираторшевскими силами, и он собрал примерно 55-60 тысяч жителей Гали. Другие уехали, некоторые в Галии живут, некоторые на Украине, некоторые в России. Они постепенно будут возвращаться. Есть ли будут созданы условия? Сейчас Абхазы их притесняют. Допускают крупную ошибку. И больше я предлагал, что-то надо предложить абхазцам, как мы будем жить вместе. Парламент и Сенат. В Сенате заместителем председателя должен стать представителем Абхазии, другим заместителем представителем Ассетии, Южной Ассетии. И им надо дать право в это. Если они считают, что какое-то решение неприемлемое для Абхазии или для Южной Ассетии, они могут наложить в это, и решение или постановление не пройдет. Вот так. Я считаю, что президент допустил серьезную ошибку, когда народ стал собираться около парламента. Я уже говорил, что это не были бандиты или убийцы. Это были порядочные, но голодные люди, которые просили единственное, что дать им работу. Если вы спустился президент и обещали им половину того или одну треть того, что сейчас обещают, народ разошел с собой. И не было никаких демонстраций, тем более обращений к телевидению. Когда ворвались медиа и разрушили буквально все, в такой мире не происходит. наш престиж на международной арене серьезная пострадала. Очень серьезная. Такого нигде не происходит. Ты помнишь, при мне я никогда не избегал встреч даже самых опасных условиях. Я помню мухрованные какие-то проблемы стали с батальоном. Они хотели выступить. Несколько батальонов собрались и хотели выступить вроде власти. Я поднялся туда, знал, что могут убить. Не испугался. Встретился с народом. Потом посидели в кабинет командира батальона. Поговорили часа полтора и все батальоны разошлись по своим казармам. То есть руководитель, который не может или не в состоянии рисковать, рисковать, если это очень нужно стране даже пожертвовать тобой, у него не получится. Не будет настоящим руководителем и народ не будет уважать. Поэтому я публично говорил, и он знает об этом сегодняшний президент. Он серьезно ошибся. К народу надо было пойти и все объяснить. Тогда ни наявских событий вообще не было. Ну, такой второй момент нынешней оппозиции надо считаться. такой оппозиции грузы еще не было. И при мне и до меня, так сказать. Это очень солидная оппозиция. помнишь, 200-250 тысяч людей собрались. На ипотроме еще больше. У посольства Соединенных Штатов Америки только одна партия. Там примерно 50-60 тысяч людей. Такой грузы никогда не происходило. С этим нельзя не считаться. Ну, какой выход? Ну, готовимся парламентским выбором. В парламентском выборе тоже можно фальсифицировать. то, что было фальсификацией, это факт. Сами руководители не отрицают. Вот потом мы говорили, если бы он пошел на второй тур по своей инициативе и не было бы этих демонстраций истории Семеды и он назначил второй тур я уверен, что он мог выиграть честным путем. Когда с Россией осложнились отношения, помните, там отношения фальсифицированного вина и продуктов и так далее. Тогда были приняты со стороны российского руководства ответные меры и полтора тысяч людей выслали из Москвы, из России. Вообще России довольно порядочное количество грузин, по-моему, 600 или 700 тысяч еще царских времен. Это действительно хорошие люди. Многие представители искусства, их фамилии всем известны, ученые, руководители институтов, просто рабочие, которые, я помню, одна бригада работала встроенном московском метрополитене. И очень важный участок они построили образцово. многие живут в Сибири. Так что и Россия допустила ошибку. Конечно, грузины не должны завозить фальсифицированные продукты, тем более вино. кто уточнил, где происходило это, грузии, а что Москве нельзя фаспетировать. Вместо того, что разобраться с этим, и нашему правительству, и российскому, договориться по-любому, по- конструктивному. Ну, стали веселять людей. Я уже говорил, что сейчас в России немножко по-другому думают. Есть две проблемы, которые мешают нам разложить наши добрососедские отношения. Абхазская проблема и Южная Осетия. Южноосетинская проблема была до моего возвращения. В Абхазии в Абхазии по существу шла русско-грузинская война. Ты помнишь, какое было соотношение. Ну, какие рекомендации? Самое главное, что надо быть честным, честным, порядочным. это не все, надо уметь работать. А чтобы уметь работать, надо учиться, читать много. Некоторые русские в должности читать над собой не любят. Не все, естественно, если очень, ну, не торговые ребята. Есть и такие, которые легким путем добиваются хороших условий жирные. Это временно. Если голова не работает, а он в высокой должности трудно продержаться. то не не то что не Здравствуйте. Субтитры сделал DimaTorzok